Мои дорогие, привет! Доброе утро! Доброе, счастливое утро! Какое-то, знаете, хорошее настроение. То ли я весну чувствую, то ли что, то ли я выспалась. У нас время уже много, но я уже и сделала много. У нас время 9.48, по телевизору у меня Доброе утро включено. Я уже была в душе, проснула, сейчас сяду пить кофе. Наполовину заправила кровать. Что хочу сказать, сейчас буду мазаться кремом, красить реснички и пойду, 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 пойду. Мне нужно выходить из дома. Вышла, как обычно, на погоду посмотреть. Сейчас покажу погоду. Сейчас покажу, открываю вставни. Будьте готовы, наверное, вам покажется, что наступила весна, светит солнце, зацвели мимозы. Ну вот, а на самом деле, вот то, что я сейчас вам покажу. Небо без прояснений. Под окнами идет мужчина с собакой. Совсем-совсем-совсем пасмурное небо. Без... Как будто какой-то смог. Вот такая вот погода у нас. Блин, но у природы нет плохой погоды. Что-то он, время 10 часов, он что, из школы сбежал. Еще идет, сморкает сопли. Кто из вас умеет вот так вот сопли сморкать? Вот так вот, да, понимаете? Да, понимаете, что я понимаю? Особенно мужики так умеют. У меня носик прекрасный, чистый. Ну что хочу сказать. Кофе надо идти пить. Может быть, обсудим какие-то новости. Время 10. Я в 12 иду на кухороны. Это все, это все. Мне нужно набраться каких-то положительных эмоций. А положительные эмоции для меня это... Хотела сказать, что это тут стоит. А это я крем поставила. Сейчас будем мазаться кремом. А положительные эмоции для меня это кружка кофе. Ваша компания. Так что все. Я ставлю на штатив. Приготовлен уже штатив. Я ставлю на штатив, наливая кофе. Сажусь. Вместе с вами будем пить. Стоит. Стоит, так держится хорошо. Слушайте, по первому каналу идет фильм «Угрюм река». Кто смотрел этот фильм? Кто смотрит вот сейчас? Вот скажите мне, пожалуйста. Слушайте, он с таким успехом вроде бы зашел на... Как сказать, ну, буду говорить как бы некрасивым языком, на телевизор, в прокат, вообще. И, кстати, фильм «Угрюм река» снимали в камень... Он как бы в преддверии зимние кадры сняты в преддверии... Блядь, как это, наверное... Города Каменск-Уральский, порог Ревун. У меня даже есть оттуда видео. Давайте я вам покажу то место, где снимали этот фильм. Фильм снимали или в том году, или в позатом году. Я вам под этим видео оставлю ссылку на свое видео, где я вот... На этом месте, где проходили съемки этого фильма. Вот, кстати. Давайте вот так вот я вам покажу. Спасибо большое за отклики. Это чтобы не таскать штатив. Спасибо большое за отклики, что вы пишете мне. Инна, мы посмотрели видео, где ты получала серебряную кнопку. Твои эмоции непередаваемые. Я тоже уревелась. Там у меня тоже слезки на колесках. Причем парни писали такие, как сказать, такие вещи. Это так сентиментально, это так здорово. Так, 9.52. Время 10. Время 10. Время 10. В пижаме все еще хожу. Я не в ней спала. Я спала голехонькая. Встала из душа. Как-то выходила из душа. Дверь была балконная открыта. Я же проветриваю комнату. Ну да, комната у меня же однокомнатная. И ухожу, когда открываю всегда окно на кухне, чтобы дома был свежий воздух, чтобы бактерии какие-то уходили летом. Как-то не холодно показалось. И вот сейчас мне опять кажется, что как-то жарко. Приоткрою окно, чтобы был свежий воздух. О, Елена Малышева, здорово жить. Здорово жить. Слушайте, ну на самом деле, жить здорово. Жить здорово, это на самом деле. Это, конечно же, я не являюсь поклонником этой программы. Поэтому... Где тут? Вот какой классик красивая. Вот она мне прям... Она мне прям девушка напомнила чеченку. Какое у нее платье красивое. Ну как, давайте, покажите Лену. Девочка. И Лена же ее зовут, да? Сейчас, секундочку. Я просто, когда была в Чечне... Я была там несколько дней. В 2004 году. Вот. Девчонки в таких же платьях ходили. Длинный рукав. Она такая красивая, достойная. Она... И вот такая роспись. Слушайте. Ну, конечно, Елена Малышева. Вот вы чисто визуально нисколько не напоминаете. Красивых чеченских девушек. Что такое? Да не надо мне записать эту программу. Так, давайте включим Россия 24. Может быть, какие-то новости хорошие. Ну, вот прогноз погоды. Например, вот сейчас. У меня кружка вкусного кофе. Я ненадолго... Я ненадолго в... Как сказать? В видео. Буквально минут 15. Намажем лицо кремом. Пожелаем друг другу доброго утра. И я сваливаю. Я понимаю, ну, о чем, типа, того, что... О чем можно болтать? У меня такое состояние, что вот... О какой-то безвозвратности жизни. У меня всегда в день похорон вот такая вот фигня. Особенно в день похорон молодых... Молодых людей. А, сегодня еще день рождения у Женьки Папановой. 17 марта. 9.55. Так. Так. Женечка, доброе утро, доброе утро. Мой пупсик, просыпайся. Так, в Москве... 9.55 у нас... 10 у нас. В Москве доходит 8. Так, 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 так. Ак, Маришка, сейчас я пожелаю ей. Мариша, доброе утро. Хочу быть первой, кто тебе сегодня скажет доброе утро. Так, так, так. Все, мои дорогие. Так, 9.55, да. Губки намазала, личико намазала. Так вот, ребята, вот это Вальмонт продукция. Представляете, вот эта вот баночка стоит 20 тысяч рублей. По скидке она стоит 14 тысяч рублей. Естественно, я сама себе ее не покупала. Ну, есть, как бы, ну, тоже нужно исходить из здравого смысла. Это подарок от бренда «Зеленая яблоко», когда я у них была на съемках летом. В общем, хочу сказать, что вот это вот этих денег не стоит. Не стоит, ребята. Какая бы она ни была, элитная косметика, не стоит. А сейчас я вам покажу, что стоит. Вот это вот «Клёдепо», а вот это стоит. Вот это стоит брать за эти деньги. Это тоже стоит около двадцатки. Ну, короче, дорого. Не знаю, сколько стоит «Клёдепо». Ну, 15, наверное, стоит. Я сам скажу. Это «Ночной уход». Вот это стоит. Сам скажу. Так, цена «Клёдепо». Купить на озон. Кожаные чё? Кляпы. Да не кляпы. Цена «Крема». Клёдепо. Клёпан, блядь. Детские магазины. Блин. Цена «Ночного ухода». Клёдепо. Уход, лёд, оладьи. Слушайте, ну, короче, вот это стоит двадцатку. Вот это вот стоит двадцатку. Но это не стоит двадцатку. Это стоит две тысячи рублей. Вот цена «Вальмонта», какая бы она ни была элитная и супер брендовая, нет. Вот просто нет. Вот это стоит этих денег. Клёдепо, да. «Вальмонт» нет. Понимаете, как сказать, когда у меня она появилась в руках, я показывала многие люди, такие говорят, «Инка, это классный уход». Причём многие даже мной уважаемые люди. Вот я, например, Макс мне говорил, «Инка, классный уход». Он просто работал с брендами дорогой косметики. Мой подписчик, Макс Безумный, он ему прям говорил, «Инка, классный уход». Вот прям вот вообще супер «Вальмонт» – это роскошная вещь. Максим, нет. Возможно, какая-то моя непереносимость кожи. Я вам знаете, что хочу сказать? Мою кожу лучше увлажняет, даёт ей комфорт лучше. Обыкновенный крем невес, 270 рублей, большая банка. Тот, которым я мажу локти. Вот по моим ощущениям, да. Вот я бы, знаете, сказать, вот на одну линейку поставила вот этот продукт и этот продукт. Я вам хочу сказать о том, что стоит в 10 раз дороже. В 10 раз дороже. Это стоит порядка 2 тысяч. Да, порядка 2 тысяч. Это получается, ну да, 10 раз. Представляете, вот это стоит 2 с чем-то тысячи. Это, как бы сказать, недорогая и недешёвая. Мне тоже присылали её на обзор. Не самый лучший, конечно, продукт, но и не самый худший. Вот. Ценовая категория разная, качество одно. Вот так вот. Но Клё Депо, девчонки, я не знаю, возможно, у меня так. Возможно, Вальмонт кому-то зашёл. Напишите мне, пожалуйста, кто-то вот из моих подписчиц, вот кто-то из моих девочек. Кто-то пользуется Вальмонт? Вот прям вот что пользуется. Не по наслышке слышал, что там где-то сказали, что это классное. А вот прям что пользуется. Как бы я же не исключаю такой возможности. Вот, например, когда... Вот вы смотрите видео, допустим, про Sunlight, вы все пишите гадости. Хотя ни у кого не было, допустим, украшений из Sunlight. Вот тоже вот ни один комментарий не начинался со слов. Вот я ношу, и у меня случилось то-то. Вот давайте вот смотрите. Вот я ношу, и всё в порядке. Этот крестик я не снимаю с лета. С 6 сентября мне его Женечка подарил. 6 сентября мы с ним познакомились. 6 сентября он приехал, мне его подарил. Вот. 6 сентября я его снимала на один день. На один день я его снимала. Я хожу в нём, в этом крестике. Не снимаю. И моюсь, и в бане, и в бассейне, и в море, и везде. Вот вы понимаете, везде вот с ним ничего. Вот он как был прекрасен, так и был прекрасен. А все ваши комментарии дурные, но это же всего лишь отображает ваш внутренний мир. Так вот, девочки, кто пользовался вальмон? Напишите, пожалуйста. Всё. Ой, снова головеница. Слушайте, как у нас скользко вчера вечером было. Пансиан для лошадей. Слушайте, как я люблю лошадей. Как я люблю лошадей. Ой, давайте выпьем первую кружку кофе вместе с вами. Ну и вообще я стараюсь в день, чтобы она была первая и последняя. Потом уже немножечко остыла. Такой в нужной, в кондиции. Так, включала телевизор, показывала минус 6, 10-0-1. Погода в Каменске-Уральском сегодня. Сегодня в Каменске уральском. Минус 6. 0 градусов. Представляете, вот здесь пишут минус 6, ощущается как минус 13. Так, что мне нужно сделать? Сегодня у меня... Сегодня у меня что по плану? Полинка выставила фотографию. Лайк. Лайк, малышка, лайк. Так, Аня написала. Доброе утро. Анюта, привет, доброе утро. Доброе утро с Урала. А она в Питере. Ну вот примерно, смотрите, по пасмурности погода у нас как в Питере. Вот фотку вышла, видимо, вид из окна. Да, вид из окна и вот такая вот погода в Питере. Так, у меня не включена, но говорят, все можно заполнить анкету. Нет, 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 не все. Отвечаю на письма. Не что, все, ребята. Ой, боже мой. Боже, боже мой. Так, мои хорошие. Доброе утро. Пьем кофе. Настраиваемся на хороший, на продуктивный день. Знаете, многие, допустим, говорят, что типа, что ты проснулась, потянулась и на работу не пошла. Знаете, чтобы не пойти на работу, знаете, сколько я работала? Чтобы не пойти на работу, чтобы себе сейчас вот это вот позволить. Да, я сейчас не считаю себя работающим человеком, потому что занятость 2-3 дня в неделю, я не считаю, что я работаю. Я привыкла вкалывать. И сейчас я нахожусь в такой, знаете, в некой какой-то пространции, что мне, что да, я по большей части бездельничаю. Но опять же, чтобы безделье безделью рознь. Вот, например, я веду свой влоговый канал на YouTube и веду его успешно. Сегодня мне не нужно идти на работу, но сегодня я иду на похороны. Вчера я занималась своими делами. Такая жизнь. Вот такая жизнь. Фу. Все еще не могу купить бархатные губки. Что вы делаете первое утром, когда просыпаетесь? Я просыпаюсь, включаю интернет, иду в туалет и беру с собой телефон. И проверяю сообщения в WhatsApp, и проверяю сообщения, захожу в директ моего Инстаграма, смотрю электронную почту. Но, как правило, знаете, в ВКонтакте, в Одноклассниках я захожу очень-очень редко. Что опять случилось вчера? Господи. Вчера, позавчера какие-то злоумышленники пытались создать страничку с моими данными в Одноклассниках. В общем, я заблокировала две странички с моими фотографиями. Причем одна называлась «Сосухую за 50 копеек» с моей фотографией. Короче, я не знаю, кто это, кто-то так шалит, у кого такая фантазия. Написано латинскими буквами. Я писала в поддержку, блокировала профили. Это было, знаете, мне даже неприятно. Если вот кто-то пытается доставить мне какие-то неприятности, вы их не доставили. То есть все все понимают. Я просто захожу сначала, сначала смотрю, у меня фотографии, у меня комментариев под каждой фотографией. Кто со мной дружит в Одноклассниках, тот видел. Комментариев под каждой фотографией по 20 штук. Наверное, 20 фотографий откомментированы. На одной написано, под одной фотографией написано, что у меня умер отец. Под одной фотографией написано, что умерла у меня сестра. Где у меня в Станьке фотография? В Станьке день рождения. Представляете, такое писали? Нет, вы представляете? Это ебнутся, люди. Что вы творите? Это просто, что вы творите? Какие вы пишите пакости? Естественно, это все заблокировано, это все удалено. Но я в очередной раз офигела от людей. В очередной раз. Так, подожди, мне нужно попално Женьку поздравить. Так. Евгения Фильг, Горбунова, Евгения Россия 1, Евгения Купанова, Евгения Ляхова. Евгения. В сети. Женечка моя дорогая, с днем рождения поздравляю. Желаю счастья, любви, всех благ. Они слышат, видимо, с кем-то переписываются. Можно говорить по телефону, но в сети. О, прочитала. Прочитала. Синие галки. Синие галочки. Синие галочки. Спасибо, написала. Какое мое хорошее. Спасибо. И по целуючек. Она на работе. Женечка, ты на работе или ты в честь дня рождения взяла день свободный? На работе. И причем она работает, знаете, тоже в какой сфере? Похоронный агент. На похоронный агент она работает. Да, вот так вот, наверное, сейчас не читает. Она работает с горем людей. С горем людей ежедневно. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро. Слушайте, жизнь такая непредсказуемая. Завтра я иду на работу. Завтра иду на работу. Сегодня иду на похорон. Мне бы сегодня... А, кто-то меня опять подозревал, что я начала пить. Все, мои дорогие господи, вы понимаете? Я вчера выпила бокал с вами и все, больше не пила. Больше не пила ни глоточечка. И вечером я пила чай. Я пила чай приятной компании. Скоро вещи нужно будет паковать. Вещи паковать в Турцию. Не слушает. Не слушает, не читает. Занята. Света. Светочка моя Рябцева в больнице. Вот сейчас на процедурах. Вчера я... Вчера просто увидела... Не увидела. Вчера пишу и... Вот, блядь. Да, она фотку из палаты выставила. Вот, смотрите. Лежит на процедурах. Я вчера и пишу... Татьяна, и вам тоже. Доброго дня. Там же у них плюс два к нашему. Да, доброго дня. У нас 10.08, у них 12.08. Это ж туда, Сибирь. А что, Сибирь? Ну-ка, сейчас мы Индре первой напишем. Сейчас мы спросим, как у нее дела. Так. Ирина. Красноярск. Была вчера в 22.15. Иринка, доброе утро. Доброе утро. С этим это может спать до часу. Но у них уже 12. Слушайте, что-то было... Чтобы сегодня как-то скрасить день. Что бы сделать? Какой-то закон принес в Орловской области. Закон о реновации. Ну вот, видите, Россия-24 подключилась в Урал. Ну что все такие сонят, а? Слушайте, ну все такие сонят. Я понимаю, живем в такое время, когда он так много стрессов, что когда выходной день, ну вот Иринка не работает. Иринка не работает. Она перед Новым годом запускала... У нее же своя сеть отелей. Своя сеть гостевых домов в Красноярске. Сдают квартиры в аренду посуточно, на месяц. Она занимается недвижимостью. У нее ее много. Это та, которая Индра первая. Они приобретали квартиру, делали ремонт, покупали технику. Столько было хлопот. Приятные хлопоты. Приятные хлопоты. Вот мне тоже надо. Господи, я просто... Я просто... Так вот держу пальчики поскорее бы мне, поскорее бы мне квартирку. Так, мне нужно продать вот эту мою квартиру. Угу. Эту квартиру нужно продать. Потому что я прям такая вот какая-то задумчивая. Начала за здравие, закончила за упокой. Какая-то вот прям... Десять-десять сейчас время. Так, десять-десять. Нужно поцеловать часики, загадать желание. Все. Мое желание, надеюсь, что сбудется. Потому что одно время там я прям разуверилась, что, думаю, не будет сбываться. Нет, нет, сбывается, сбывается. Главное, чтобы желание было только от вас. Это было, зависело. Ну, все, заканчиваю. Так, так, так. Десять-десять я на курсе. Все. Просто зашла пожелать вам доброго утра. И сказать, что чем я буду сегодня заниматься. Может быть, Василюк сниму. Если у меня будут силы. Но они должны быть. Да. Кстати, знаете, вот подстричься нужно. Подстричься. Нужно как-то вот выровнять волосы. Профилированные свои. Хотя, знаете что? Хотя мне и длинный свой волос нравится. Вот сейчас волосы в том виде, в котором вот они у меня сейчас. Ну, конечно же, стрижка требуется. Так, и кто-то пишет, что мне хорошо с длинными волосами. Кто-то пишет, что Инна, подстригись. У меня всегда были длинные. Всегда. Ну, короче, подстричься мне, я лечу. Наверное, подстричься, да? Покрасивше будет. Подстричься. Но все равно подровнять надо, потому что вот эту вот филировку хотя бы надо убрать. Надо создать хоть, знаете что, какую-то форму волосам. Да? Вот так вот, наверное. Длину можно... Ну, как, посмотрите. Длину можно и не убирать. Длина хорошая. Длина хорошая очень даже. Ну, короче. Все. Доброго утра, мои дорогие. Доброго утра.